Продолжение следует... Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятум или же Александр. И сегодня, пускай с небольшим опозданием, но всё же мы приходим в игру под названием «Маленькие гладиаторы. Часть 2». Если вы помните, когда-то мы полностью прошли первую часть. И разумеется, я не мог пройти мимо второй. К тому же мне в последнее время постоянно об этом писали, просили. Конечно, 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 друзья, я уже тут. Правда, здесь проблема, вот знаете, в чём? Тут нельзя выбирать себе персонажа. У нас сразу есть три персонажа. Лучник, воин и маг. И они участвуют практически во всех сражениях. Но зато этих персонажей можно всячески кастомизировать. Менять им там оружие, одежду, броню, навыки прокачивать и так далее, и так далее, и так далее. Хотя по игре, ну, по геймплею игра осталась, в общем-то, примерно той же. Ладно, давайте не будем медлить. Я сразу пойду на арену. Я уже прошёл обучение, немного поиграл. Игра мне понравилась. Я удостоверился, что всё хорошо, всё нормально. И сейчас увидим, какой из тебя герой. Не, ну герой-то из меня неплохой чувак, волчара. Блин, ну ты выглядишь жёстко. Вот за волчару я бы, конечно, поиграл. Почему мне дали какого-то непонятного чувака, и только один он будет сражаться? Вы можете выбрать персонажа. А я хочу лучника. Слушайте, мне нравится лучник. Но кажется, против этого бойца он будет не особо эффективен. Но давайте попробуем. Почему бы нет? Лучник эффективен на дальних дистанциях. Но если до него вдруг кто-то доберётся, лучнику мало не покажется и ему не поздоровится. Но зато я лучника уже прокачал один навык. Так, ну что, стрелы пошли. И вот он ко мне добрался. Я не могу ничего сделать, уже всё, пошевелиться. О, у него ещё и наскок есть. Я, конечно, буду пытаться держать его подальше. Давай, 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 давай. Ещё один выстрел. Ещё один выстрел. И чувачело ты, чувачело мой. Как же круто выглядел этот волк. И броня, и доспехи. И вообще он сам по себе чёртов оборотень. Почему я играю за грёбанного человека? Тут орки, гоблины, монстры. А я играю за человека. Даже этот гном гораздо круче, чем мой чел. Ладно, войдите в режим быстрых сражений, чтобы получить больше полезных предметов. То есть тут ещё и пвп будет. Что ж, давайте отправимся на пвп. Но мне кажется, мне там сейчас расскажут, кто я такой и из чего я сделан. Потому что, ну, я довольно слабый чел ещё пока. Так, у нас... Понятно, понятно, понятно. Гвест. А чё он дерётся за грёбанного рыцаря классного? А я не туда даже нажимаю. Я не подпущу тебя. Я, чувак, тебя не подпущу. Я тебя убью. Хотя, посмотрите-ка, этот гвест, он плохо-плохо сражается. Он не наносит ко мне удары. Он действует... Ну, он, видимо, такой же новичок, как и я. Но я, видимо, пожёстче оказался. Кстати, маги здесь вообще практически бесполезны. Так как у них очень маленькая дистанция атаки. Они довольно много урона получают. И лучник делает вот так. Жаль, промахнулся. Эт. Урона много. Вот урона у него много. Если он, конечно, попадёт. Но попадать по лучнику проблематично. Ещё один лучник. Слушай, а, мы тут, видимо, 3 на 3 сражаемся, да? Ну, посмотрим, кто из нас на луке. Лучше сидит-то. Давай-давай. Хорош. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. А вот теперь мне будет сложно, конечно. Главное подбираться ближе. У мага есть блинг. Это радует. Иди сюда. Не прыгай же ты. Чё же ты прыгаешь? Твоя гибель неизбежна. Он понял, как нужно играть? Слушайте, он понял? Это тот же чувак вообще или не тот же? Или это уже кто-то другой? Да я же побеждал. Я же побеждал. Ну, стреляй, стреляй. Один выстрел ещё. Ладно, рыцарь-то точно справится. Пэмс. Хорош, хорош. Это победа. Мог бы, конечно, может быть, кто-то на моём месте показать и получать результат. Но с этим чуваком я справился. Надеюсь, это был действительно настоящий игрок. Потому что если это был бот, то это было бы позорно. Да, довольно-таки. И я потихонечку продвигайтесь в лигах и получайте больше бонусных предметов на каждом сундуке. Будем, друзья, если будем игру проходить и в ПВП тоже участвовать, чтобы получать классные штуки преимущества. Но для начала, я думаю, было бы неплохо прокачать моим персонажам навыки, найти им какое-то дополнительное оружие нормальное, чтобы реально можно было сопротивляться. Так, с больше я, наверное, не хочу сражаться или придётся. А чё, я не хочу больше. А можно уйти отсюда? Ладно. У тебя тут какой-то жёсткий чувак. У него даже них есть. Значит, он будет реально силён. Посмотрите, как он действует. Как он двигается. Молочага. У него и какая-то... А чё у меня таких заклинаний нету? Какой-то щит использовал он. Давай. Хорош. Не, ну, нет. Вы видели, он талкивает. Он просто не даёт к себе подойти. Не, ну, жёстко-жёстко. У меня вообще у мага как бы ни одного заклинания нету. На полхп ещё и щит срабатывает. Отлично. И урона у него гораздо больше. По 65 я... Да я... Бей, стреляй. Я даже стрелять не могу. Ха, да, щитерство. Так нельзя. Ну, ладно, рыцарь-то мой хоть что-то сможет сделать. Да ты, 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 пипец. Как же на маге хорошо он играет. Давай, давай, убьём его. И хп у него очень-то много. Посмотрите, какой у него рыцарь, в каких доспехах и с каким оружием. И вот что. Ну, это нечестно. Я не хотел с ними сражаться. Это... Это было просто избиение младенца. Младенец здесь я. Жаль, жаль, что так вышло. Нет, я пока туда не пойду. Я пойду бить лица монстром. Так будет проще. Всё, до свидания. До свидания. Так, у нас есть сундуки. Надо подкрывать сундуки, поглядеть, что там у нас лежит. Надо прокачать доспехи. Нужно прокачать оружие. Нужно прокачать броню, которая у меня уже имеется. Ну, для мага новый посох. Я думаю, это неплохо. У него 50 урона. А сейчас какой у него посох, я не знаю. Так, где-где-где у нас оружие? Это обычный посох, да, у нас пока. Обычный посох, обычная голова. То есть, это стандартные предметы. Если бы были вот такие, то можно было бы прокачивать, да? Вот, у меня стандартная была бронька. Я поменял её вот на эту. Ладно, хорошо. Возвращаемся назад, открываем следующие сундуки. Нужно какое-нибудь новое оружие, может быть, да? Или броню для лучника. Хочется прокачать именно лучника. Если бы мог я выбирать предметы, которые я хочу, чтобы падали. О, книжка? А что за книжка? А книжка была у него или нет? Я вот не обратил внимания. А, да, он держит в руке действительно книжку. Видимо, это тоже прокачка стандартной книжки. Но обычные сундуки, они ничего годного и интересного не дают. Опять прокачал обычный меч. Прокачал свой новый улучшенный меч. Неплохо. У него гораздо больше урона. Так, улучшить. А что будет, если я улучшу? Будет плюс 3 урона, да? Но это стоит 50 денег. Можно его, в принципе, еще развить с помощью каких-то материалов. Но... О, кстати. Легендарный. Это, видимо, вампиризм, да? После ударов отжираться неплохо. Ну, никаких ресурсов для прокачки оружия у меня пока нет. Зато у меня есть вот этот сундук большой. Хорошо. Что же там? Там у нас алмазы. Деньги. Какая-то диадема новая для лучника. Щит старый. Старый шлем. Так, давайте посмотрим. У нас сейчас... А что у нас сейчас находится вообще на голове у лучницы? Давайте посмотрим. У меня вот такой капюшон. Прикольный достаточно. У него... А, нет. Он лучше, слушайте. Он лучше. Диадема, конечно, красивее, да, будет? Если ее использовать так. Хотя у нее все равно лицо закрыто. Ну, поприятней, поприятней. Нет, друзья, лучше все-таки вот этот шлем Ассасина. У него снижение времени перезарядки навыка. ХП больше дается. Ну, гораздо лучше, да? Гораздо. Так, ладно. Идем боевать. Идем биться. О, какой-то сундук у меня, слушайте. Сундук чемпионов. А откуда он у меня? Я как бы не знаю. О! О! Вот это! Вот это! Вот это хорошо! Вот это приятно! Очень-очень много всего. И новый предмет еще. Регенерация ХП. Разумеется, надо. Меч старый прокачал. Так, хорошо. Возвращаемся назад, друзья. Так, что у тебя есть? У тебя есть новая бронька. Старая бронька хуже. Диадему прокачивать смысла нет. Она хуже, чем моя голова. У тебя что, братан? У тебя, у тебя меч прокачан, да? Это будет плюс 5 урона и плюс скорость атаки. 100 рублей стоит. Неплохо. Неплохо. Прокачали. Зашибись. Больше ничего, к сожалению, прокачать мы не можем. Мага вообще трогать я, если честно, не хочу. Прокачивать я ему ничего не буду. Он мне не нравится. Я им играть не умею. Пойду, пойду, короче, сражаться с монстрами. Кто там у нас следующий будет? Опять волчара. Нет, нет, нет. Может быть. Воины, вперед. Пять чуваков. Я что-то боюсь к вам идти. У вас и силы как бы много. Давайте, наверное, первым возьмем рыцаря. Второй у нас в бой пойдет лучник. А если вдруг они оба погибнут, то придется уже биться магом. Но, надеюсь, этого не случится. Да и воин у меня пока самый сильный по улучшениям. Поехали. У них первый маг. Я понял. Главное, чтобы у него не было опять этого щита. А, все, встал, зажал. А, не под... Нет, 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 братан. Нет, нет, нет. Ты не можешь даже атаковать. Сорян. Ты кто? Если постоянно врагу наносить удары, враг не сможет никак сопротивляться. Не сможет бить. Давай, 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 давай. Нет, ну, рыцарь, да, здесь жесткий. Просто я привык в первую часть играть за рыцаря. И поэтому... Подожди, подожди. Гиена. А, это гиена уже даже больше, а не волк. Нет, это волк. А, что ты так жестко-то бьешь? Не дает мне ударить, сволочь. В прыжке. Ах ты негодяй. Ах ты подонок-то. Ах ты сволочуга. Блин, мне бы новый лук для лучницы. Дайте атаковать. Вы видели? Давай бей. Жесть. Постоянно, постоянно получаю урон. Постоянно. Да двигайся ты. Она не хочет подпрыгивать. Посмотрите, как она подпрыгивает. Маг прыгает в два раза выше, чем она. А что это за прыжок? Что это? О. Нифига себе. Она научилась прыгать нормально. Прыгай. А это, видимо, какая-то энергия заканчивается. Или что? С чем это связано, что она такая немощная и не может реально прыгнуть? Что это такое? Жалкое зрелище. Жалкое. Ладно. Вот маг. Маг нормально прыгает. Или, может быть, они какие-то навыки используют, что я лишаюсь возможности прыжка. Черт его знает. Маг еще подхиливается каким-то образом. Видимо, его заклинания при нанесении урона немножко хп восстанавливают. Лучница. Я не мог ей биться, потому что она прыгала прямо вот... Что это был за прыжок? Это было смешно. Нельзя так прыгать, лучница. Прыгай нормально. В чем проблема ее была? Я не знаю. Вступайте в клан или создавайте собственный, чтобы стать мощнейшим альянсом среди всех известных миров. Если, друзья, буду проходить эту игру, можно будет даже свой клан создать. Почему бы и нет? Но я не хочу сейчас в клан вступать. Мне как бы тут, я думаю, никто не рад. Давайте, давайте луч... О, сундучок новый. Давайте откроем его, пока сражаемся. Так, что у нас здесь? Здесь у нас прокачка мага. Прокачка лучника. Что-то мы можем у лучника прокачать. Старую добрую броньку. Регенерация хп плюс хп. Нормально. Деньги, в принципе, имеются. Можно себе позволить. Далее, далее. У нас... А что за эволв? Оу. А что случилось, когда я это нажал? Не совсем было мне понятно, конечно. Но у меня есть навыки. Я ничего не потратил же вроде бы. Ладно, у меня есть навыки. Надо их прокачать. Навык зарядки. Открывает специальную атаку для война. Видимо, это наскок. Быстрый удар такой. Бонус к урону. Это, кстати, хорошо. Дополнительные очки здоровья тоже неплохо. Навык нова. Открывает специальную атаку для мага. Это, по-моему, та штуковина, которая всех отбрасывает. Да, это очень хороший скилл. Надо его, разумеется, использовать. Ну и навык воину. Давайте прокачаем. Почему бы и нет? Даже два навыка. Это наносит хороший урон противнику. А больше не хватает. Да, очков нету. Наносит хороший урон противнику. И, к тому же, позволяет быстро добраться до врага и дать ему по лицу. Это всегда очень приятно. Это всегда очень хорошо. Ладно. Двигаем на следующий уровень. Опять волчара. Мой маг лучше твоего. Ну, вообще-то, может быть, так и есть. А, у нас на магах будет битва происходить. У него, в принципе, мощи меньше, чем у меня. У меня 103, у него 80. Я думаю, если я проиграю, я просто уже, наверное, нет смысла даже в игру играть. Потому что я буду слабаком. Давайте сразу щит используем. Ну, я бы не сказал. Ну, да, я, наверное, посильнее буду. Надо еще вовремя. А если так? Щит, 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 щит. Бэм, хорош. Хорошо, что щит можно использовать в тот момент, когда тебе наносится урон. Оп! Поймал меня, поймал. А если так? Пэм! Не, ну, щит это самый сильный скилл, наверное, пока из всех, что у меня есть. Реально, он щитовский, щитовский. Отбрасывает далеко врага, сбивает его с ног. И урона наносит очень много. Ну, круто, круто, круто. Не забудьте использовать очки навыков. Они очень пригодятся на турнире. Да, хорошо, но у меня их пока не так много. Открываем сундук пока. Ладно, очки навыка. Поглядим, что у нас есть. Ну, конечно, прокачаем еще раз это. Ведь мой основной боец пока воин. Хотел сделать лучника, но лучник разучился прыгать. Это очень неприятно. Очень жаль. Мне жаль тебя, человек. Думаешь, ты сможешь победить? Какая наивность? Ой, у вас тут много, да? Четыре, пять чуваков. Да, это довольно большое количество. Ну что, у меня появились новые навыки. Я думаю, сейчас будет хорошо. Главное, чтобы лучник научился прыгать мой. Хорошо, сразу использую наскок и посмотрим, к чему это приведет. Неплохой урон. Прям реально неплохой. 140 сразу сходу. А вот мечом, а мечом наношу мало. Видимо, у меня у броня как-то прокачанная. Еще раз наскок. Опять быстро благодаря этому добираюсь до противника. И рублю. А если так? Оп. Блин, увернулся. Хорошо, следующее. Воин у них же сильный. Воин у них сильный. Хотя, что-то в этот раз как-то не особо у них воин силен. Ха-ха, даже ни разу не ударил. Да, рыцарь у меня прокачан прям жестко. Давай, давай, иди сюда. Прыгай сколько хочешь. Ха-ха-ха, блин, это непобедимый чел у меня. Еще один учник, да? Ну давай, 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 давай. Ну что ты можешь? Ну что ты можешь? Посмотри, что делаю я. А что делаешь ты? Я тоже хочу играть вот за таких вот разных зверей. Почему? Я играю за людей. Там, походу, можно будет как-то облик менять, но пока, видите, пока только так. Хорошо, хорошо. Идем хорошо. Игра мне нравится. Вам нравится? Поставьте нам пять звезд. Я, 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 я... А давайте, а что бы нет? Ну вот, друзья, я поставил им пять звезд, но я что-то не чувствую и не ощущаю никакого подарка в честь того, что я эти звезды поставил. Может быть, под елочкой где-то? Найти элемент Рождества мышь. А это Pixel Hunting, да? Старый, добрый, мой любимый Pixel Hunting. Попробуйте снова. Хорошо. Давайте попробую. Вот, черт убери. Ну, наверное, что-то дадут приятное, да? Я не вижу. А вот я мышь нашел. Мышка. Хорошо. Поздравляем. Я что-то выиграл? Нажмите, чтобы продолжить. Маленький сундук с предметами. Видимо, это и было за то, что я проголосовал. Ого! Вот это хорошо. Вот прям хорошо, хорошо, хорошо. Да, это здорово. Можно еще раз? Я хочу еще раз получить бонус на халяву. Через восемь часов только. Жаль, 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 жаль. Это было довольно просто. Давайте сундуки, может, пооткрываем? Один алмазик у меня есть сколько? 59. Нормально. Давайте. Что там у нас падает? У нас там падают деньги. Робот для мага. Колчан. Новый, кстати. Броня новая для кого-то непонятно. И? Это что? А что это такое? А вот это было непонятно. Что это? Какая-то голова крысы. Вы нашли первую часть облика. Взгляните в свою коллекцию. Соберите все части облика, чтобы открыть новый внешний вид. Я понял. Вот почему и для чего это. Хорошо. Я бы хотел за гиену поиграть. Это было бы здорово. Вот за гиену было бы классно. Облики пока еще закрыты. Да, да, да. Ну что, здорово. Облик мага, конечно, печальный. Но да ладно. Так, еще сундук. Давайте глянем. Что-то тут очень много сундуков. Конечно, я люблю, когда попадаются классные разные штуки. Но здесь их прям вообще что-то очень много. Так, ну старое доброе все прокачал. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас тут новый предмет. Колчам. Значительно лучше моего. Мы его используем. Сразу же его нужно улучшить. Плюс хп, плюс кровотечение. Это хорошо. Кровотечение это получается время от времени врагу будет наноситься урон просто так, с потолка. Это радует. Еще раз можно улучшить, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Снижение времени перезарядки. И еще раз. Ой-ой-ой. Лучник стал силен. Да. Да. Кто-то у меня еще может прокачаться. Воин, да. Давайте посмотрим. Новая броня для воина. Вот что мне надо. Улучшаем сразу. И используем. Хорошо. Тут я тебе, подожди, поменял одежду? Да, поменял. Ну а здесь, здесь все старое. Улучшать тебе пока ничего не буду. Ты, ты не достоин этого. Я иду сражаться дальше. Дальше у нас на повестке дня. Опять, опять этот волк. Уже знаком с моим лучником? Тогда познакомься с его луком и стрелами. Битва один на один. Как вовремя? Как раз тогда, когда я прокачал своего немощного. Неспособного прыгать лучника. Давай, может ты сейчас будешь прыгать? Давай. Ну прыгни. О, прыгнула. Я опять перестал прыгать. Ааа, я понял. Если я одновременно... Надо сначала прыгнуть, а потом нажать стрелу. Стрельбу. Потому что иначе получается... Вот, я понял, в чем проблема. Теперь я научился наконец-таки прыгать. Урона мало. Ой, как мало урона. Придется стрелы использовать. Давай. 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 Не, мало-мало-мало у лучника урона. Что-то мало у лучника урона. Я научился им прыгать, но это немного неудобно. Такого рода прыжок. Что сначала прыгаешь, а потом атакуешь. Одновременно нажать это нельзя. Неприятно немножко, конечно. Неприятно. Но да ладно, друзья. На этом, я думаю, пока мы остановимся. Продолжим с вами в следующий раз. Если игра вам... Так, надо сначала открыть сундуки, да? Если игра вам понравится. Буду очень рад. Давайте сразу за три откроем. Напоследок уже, ладно? Так и будет. Как раз больше алмазов выпало, чем я потратил. Хорошо. И куча-куча-куча-куча всего. Все, друзья. Большое спасибо. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Будем продолжать. Покедова.